Всем привет друзья, снова с вами Атомный Кролик, продолжаем серию роликов по истории персонажей Мортал Комбат и сегодня у нас Смоук. Впервые он появился в Мортал Комбат 2 в качестве одного из трех секретных неиграбельных персонажей, двумя другими были Нуб Сейбет и Джейд. Как и остальные два бойца, Смоук был усиленный в копии ниндзя, ну соответственно Скорпиона, потому что он тоже умел кидать гарпун. И в целом он имел усиленные характеристики, большую скорость передвижения, по которой с ним мог сравниться только Нуб Сейбет. По оригинальному сюжету Смоук был отправлен в качестве напарника с Абзиром Младшим, с Куэленгом, для завершения миссии Сбихана по убийству Шам Цунга. Они помогли зимным воинам выиграть турнир, но Шам Цунга убить им не удалось и они вернулись обратно домой. Но дома их ждал неприятный сюрприз, а грандмайстер Родина Линкуэй решил превратить всех своих лучших воинов в киборгов, думая, что он и тем самым их улучшит. И к их возвращению секторы Сайрекс были уже превращены, на очереди были как раз Саб-Зиро и Смоук. Превращаться они не хотели, не хотели терять свое человеческое я и оба убежали из клана. Но Смоук, к сожалению, скрыться далеко не удалось, он все-таки был пойман и насильно превращен в машину. И первым его заданием стали поиски и уничтожение сбежавшего Саб-Зиро, который, как считал грандмайстер, опорочил честь клана. Какое-то время Саб-Зиро успешно прятался и не давал себя найти, но Смоук все-таки его выследил, после чего Саб-Зиро попытался напомнить старому другу то, кем он был и что выполнять задание совсем не обязательно. Смоук получил свободу от программирования Линкуэй и вместе с Саб-Зиро они успешно отразили атаку сектора Сайрекса, захватив последнего. Саб-Зиро умудрился его перепрограммировать и отправил его, чтобы тот убил Шам Цунга, но Сайрекс само собой не справился. После этого Саб-Зиро и Смоук вместе сражались против армии Шао Кана, но и здесь Смоуку не повезло. В одной из битв он был побежден и захвачен, брошен в подвал как военный трофей в выключенном состоянии, так он все еще был киборгом. Почти 10 лет он пролежал в пыльных и мрачных казематах в дворце Шао Кана, пока его случайно не нашел Нуб Сайбот. На то время он уже вынашивал план собственного управления и хотел создать армию, которая бы помогла ему захватить внешний мир. И Смоук здесь оказался очень кстати, потому что именно с него он хотел сделать копии своих киборгов-демонов. Нуб Сайбот запустил программу восстановления у Смоука, тот немножко переродился, нано-роботы его починили, ну и плюс он завел ему свою программу. Ну и собственно в Mortal Kombat Deception, если посмотреть, то Смоук и Нуб Сайбот это один играбельный персонаж, то есть там можно играть сразу за двоих. Ну как в девятой части Нуб Сайботов было двое, то тут вместо его второго я был Смоук, который собственно выполнял все его приказы непрекословно. Также они являлись одним из подбоссов игры. Сюжетная кампания Mortal Kombat Deception, как таковой Смоук там не участвует, потому что грубо моя рионетка Нуб Сайбота, он просто помогает ему отбиваться своих целей. То есть Нуб Сайбот хотел убить Саб-Зира, вашего брата, ну и потащил с собой Смоука, они на него напали, но победить его не удалось, там вмешалась Сарина, напортачивая. Позже они напали на штаб-квартиру Линкуэй, опять же, чтобы уничтожить Саб-Зира. Это уже было в Mortal Kombat Armageddon, но там они наткнулись на Тайвина, после чего он их оставил на его попечении, так как Саб-Зира все еще считал, что он может спасти человечности своему брату и Смоуку. По новой хронологии Смока почему-то сделали чехом, что он выходец из Праги, его зовут Томаш Врбада, не знаю, зачем это было сделано, но это довольно забавно, чешский ниндзи такой. Смоук не помнит своего детства, и он всегда надеялся, что Линкуэй помогут ему найти свое прошлое и вспомнить то, кем он был. Впервые он появляется в сюжете Mortal Kombat 9, как напарник Саб-Зира, они вместе появляются на острове Шан Цунга, чтобы найти убийцу Бихана, старшего брата Саб-Зира. Существенного влияния на сюжетные повороты Mortal Kombat 9 Смоук не оказывает, единственное, что у киборга Линкуэй хотели его захватить и превратить в киборга, но Рейден им помешал, потому как он в своих видениях видел, что это приведет к каким-то необратимым последствиям и поражению земного царства. Ну и судьба Смоука в 9 части довольно печальна, потому как он гиб вместе с остальными героями Земли от рук Синдал, и, к моему большому сожалению, в Mortal Kombat X, как играбельный персонаж, его не добавили. В сюжете он есть, он появляется периодически в кат-сценах, но в виде демона, воскрешенного Клан-Чи, на службе его, и он называет себя Энэнрой, отрекаясь от своего старого имени Смоук. Энэнрой — это раса существ вселенной Mortal Kombat, состоящая из дыма. Энэнрой могут сливаться с людьми, возможность Энэнрой превращаться в дым делает ее крайне опасным противником. Именно поэтому Линкуэй Смоукой завербовала. То есть они провели определенный мистический ритуал, после которого вот это вот превращение в дыма для Смоука стало возможным. Ну и по вообще истории вселенной и других представителей его видов неизвестно, Смоук является единственным и уникальным. Само понятие Энэнрой взято из японской мифологии, по которой это дух дыма, по сути, который появляется из разведенных костров, но его могут видеть лишь люди с самым чистым сердцем. Я надеюсь, что Смоука все-таки добавит, потому что персонаж довольно интересный и у него очень большая фанская база и людей, которые бы за него поиграли, я думаю, довольно достаточно. На этом, я думаю, все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в новых сериях. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok